Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Встречаюсь с парнем три года. Поначалу все было хорошо, примерно один год, потом начались вечные ссоры на ровном месте, мой парень начал психовать, спорит со мной из-за ерунды, я всегда его прощал и думал, наладится. Недавно стали жить вместе, и наши отношения изменили в самую худшую сторону. Ему на меня плевать, внимание не уделяет, никуда со мной не ходит, и все так же психует из-за мелочи, обещания не выполняет совсем. Подскажите, что делать. Пожалуйста. Для начала, я думаю, что вам имеет смысл рассмотреть тему. В зависимости от того, что вы описываете, очень на нее похож. Следующий момент, это то, что... Началось все после года, значит, ну... Совершенно очевидно, что... Что-то изменилось, совершенно очевидно, что... Что-то поменялось, что-то стало по-другому. Ну, вот. И в этом ключе нужно... Тоже... Посмотреть, что изменилось. Вот. То, что вы говорите, что парень начал психовать по мелочам, говорит о том, что вы не особо интересуетесь им. Им самим. Им самим. Вот. То есть, если человек психует, значит, его это волнует. Это... Такой момент. Довольно важный. Следующий момент. То, что вы говорите по поводу того, что он никуда с вами не ходит, внимание не уделяет, к сожалению, связано с тем, как вы к себе относитесь. И... Судя по... Тому, что вы говорите... Я бы сказал, что вы относитесь к себе несколько не лучшим образом. Потому что, ну... То, что... То, что ваш... Мужчина, грубо говоря... Получается, что вас не ценит. Да? Вот. Это отношение вашей модели поведения к себе. То есть, вы позволили так... Так к себе это относится. Вот. Почему и за счет... Почему и за счет чего? Да? Ну, на мой взгляд... Если мы говорим о том, почему и за счет чего вы... Ну... Позволяете... Человеку так себя... Смасситься. Вот. То, на мой скромный взгляд, речь идет о... Низкой смассинке. Вот. Что... То есть, на мой скромный взгляд, речь идет о том, чтобы вы... Себя... Эээ... Скажем так, обесцениваете достаточно... Эээ... То, как вы к себе относитесь. То, как вы к себе относитесь. То, как вы к себе воспринимаете. Эээ... Вот. Вы говорите, что... Надеялись, что... Все изменится, да? Вы говорите, что... Ну... Как бы... Рассчитывали... Эээ... Рассчитывали на то, что... Все поменяется. Ну, вот... Как бы... Хотелось бы узнать, да? Из чего вы делаете такой вывод? Из чего... Эээ... Из чего... Проистекает вот эта... Вот эта вот... Надежда. Что... Все может измениться, да? И все наладится. То есть, что именно все. Знаете? Вот. А... Здесь... Какой аспект... Эээ... Очень важен. По вон, что... Эээ... Вы приходите... Эээ... Эээ... К такой мысли... Что... Ну... Что все наладится. Да? Эээ... Эээ... Не просто так. То есть, вы приходите к такой мысли, что... Все изменится. Из своей... Эээ... Некой потребности. Вот. Например, из... Эээ... Своего чувства... Страха. Вот. Страха, что вас бросят. Страха, что вы... Не справитесь... Эээ... Ну... Самостоятельно. Страха, что вы... Эээ... Эээ... Ну, например... Эээ... Эээ... Не сможете... Не сможете одна... Допустим. Эээ... 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 Ээээ... Эээ... Ээээ... 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 Эээээээээ... И складывается такое впечатление, что вам как будто бы довольно сложно, тяжело на себя опереться. То есть, складывается такое шиня, что вам тяжело на себя опираться. Складывается такое шиня, что если вы полагаетесь, то пытаетесь вот... полагаться на другого человека, то есть не на себя полагать. Вот. Оттого вам в общем и целом и так тревожно, и оттого вы так вот ждете изменений человека, вот. Даже если он в общем и целом меняться не готов, да. То есть как бы с чего меняться, если он по большому счету таким стал сваной, да. То есть ну вот. А если так уж вот совсем грубо, то чтобы он не изменился, вам нужно выйти из отношений с ним. Вот. Или свою модель поведения поменять. Вот. Тогда действительно есть вероятность, что он изменится и как-то поменяет свое отношение к вам и к себе. Ну в первую очередь к себе. Вот. Дальше. Если мы не берем в расчет какой-то такой достаточно тяжелый вариант развития событий, да. Вот. То психи человека связаны в первую очередь с чем? Психи человека в первую очередь связаны с некой тревожностью его. То есть человека что-то тревожит. Человека что-то беспокоит. Человека что-то напрягает. Человек находится в постоянном напряжении. Вот. И вот это момент очень важный, как мне кажется. Потому что то, что вы как бы не обращаете внимание на то, что его волнует, да. То, что вы, ну по сути, по сути вы обесцениваете его, по сути вы как бы говорите это все пустяки. И при этом как бы, ну вот, не понимая, да, что человек кто-то волнует. Вот. Это я говорю о том, что вам не особо вероятно интересна его личность. Вот. То есть вам не очень интересна его личность. Не очень интересна личность вашего мыши. Вот. Это уже дает нам определенную возможность, да. Поставить вопрос о том, насколько качественным является ваша общность. Ну то есть вот, насколько вы качественно взаимодействуете друг с другом, да. И насколько, вот, в целом вы общаетесь. Как? Насколько, насколько близко, глубоко вы общаетесь. Вот. А мы еще не буду скрывать, не буду скрывать. У меня есть определенные сомнения на это все. Так же хотелось бы уточнить по поводу вашей самооценки. Вот. То есть хотелось бы уточнить по поводу того, как вы в целом к себе относитесь, как вы в целом себя воспринимаете. Вот. Воспринимаете ли вы себя, ну, позитивно в целом или воспринимаете ли вы себя в целом негативно. Вот. Как у вас обстоят дела, например, с реализацией себя. То есть нужно, ну, то есть вот, насколько вы реализованы, да, насколько, ну, присутствует ли реализация. То есть идет ли вы своим путем, идете ли вы к своим каким-то целям и так далее. Вот. Если идет и хорошо, если нет, то это, конечно, уже показатель. Вот. Ну, и то, что вы по факту начинаете жить человеком, который, вот, как вы говорите, психует, да, с которым вы ссоритесь и так далее, это тоже, вот, в известной степени вызывает вопросы, потому что, ну, если в отношениях проблемы, а люди, вот, условно говоря, ну, вместе, да, то есть, ну, даже не вместе, а есть проблемы, а люди, как бы, ну, съезжаются, вот. То есть вопрос, то есть вот, в первую очередь вопрос касается того, вот, насколько вы, ну, к себе, внимательны, вот, понимаете, да, вот, такая история, такой ответ я могу вам дать. Вот. Вы пишите, вот, в конце вы пишите, подскажите, что делать, да, что делать, чтобы что. Ну, самое лучшее, что мы с чем, в этой ситуации, на мой взгляд, сделать, да, вот, это, так скажем, немножечко взять паузу, вот, на пару дней, так, если вы, вот, ну, вместе живете, да, то возьмите паузу небольшую и, как следует, в себе разберитесь. Вот. Тут, ну, просто, поисследуйте себя, поисследуйте свои чувства, свои желания, свои потребности. Вот. Чтобы лучше понять, работайте с личными границами, вот, с самооценкой. Постарайтесь увидеть цели, которые у вас есть, то есть, вам ценно, важно, и так далее, и так далее, вот. Вот эти все вещи позволят вам отношения скорректировать. Ну, и, конечно, учиться, так скажем, грамотной коммуникации, да, учиться коммуницировать конструктивно, через Я-сообщение тоже очень важно, очень нудно. Этому может помочь, кстати, специалист в этом. Удачи вам, всего самого доброго, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Спасибо.